Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа репортера, я ее ведущий Алексей Коноплев. Сегодня расскажу вам об уникальном человеке и его экзотическом транспорте. В Самаре появился охотник за привидениями. Сразу скажу, что мужчина, правда, пока еще никого не поймал. Зато у него есть самый важный и запоминающийся атрибут для преследования потусторонних сил – уникальная машина. Фантазер переделал вазовскую калину до неузнаваемости. Репортер увидел, что из этого получилось и узнал, зачем водителю женские колготки. Агрессивная морда, яркие глаза и куча непонятных сооружений на крыше. Знакомьтесь, это матрешка ВОЗ. Так представляет Олег Красильников свой автомобиль. Пару лет назад он решил, что не будет похожим на других и начал с нее – вазовской калины. Сотрудник завода вспомнил школьные уроки труда и понеслось. Сначала была только хохлома. Приелось, захотелось чего-то нового. И тут Красильников решил, что лучше хорошо забытое старое. Вспомнил тот самый фильм «Охотники за привидениями». Это же не полная копия американского фильма и этой истории. То есть все-таки в России живем, поэтому получилась русская версия «Охотников за привидениями». То есть русская народная, плюс в мифологии, в наших сказках тоже полно всяких барабашек и прочей нести. Бластеры, эмблемы и даже муляж мигалки от разбитой скорой наложились на черно-золотое русское народное. Но Красильников не останавливается, а только продолжает творить. Недавно перевел банку зернового кофе на машину, обклеил капот. Потом сделал своему матрешку возу зубы из пенопласта. Да ему еще и не такое в голову приходило. Ради автомобиля Олегу даже пришлось разбираться в женских колготках. Теперь фары у него в черную сетку. У меня продавщица спрашивает, сколько ДЭН? Я говорю, какие ДЭН? Она говорит, ну плотность. Я говорю, ну не знаю. Он говорит, ну на лето, на зиму. Я говорю, там какой размер? Я говорю, ну какие-то что-то еще спрашивал. Я подумал, что буду рассказывать про фары, ничего не поймет. Я говорю, мне просто не на человека, мне на машину. Продавщица на меня посмотрела, говорит, вы что, в колготках на машине будете ездить? Я говорю, нет, да эти самые большие. На машине нет ни одного живого места от пленок, надписей и прочих выражений. Нашлось применение даже буксировочному крюку. Ну у нас так как дороги очень ужасные, то есть когда машина проваливается, матрешка тоже бьет по голове, это все вываливается. То есть это уже, по-моему, 10 или 11 матрешка, я их меняю просто как расходники. Водитель проводит репортеру экскурсию по автомобилю. Ради этого золотого салона он освоил амплуа швеи, а на приборную панель извел не одну упаковку салфеток, да то ли еще будет. С Красильниковым даже боятся ездить друзья. Говорят, от него можно ожидать чего угодно. Подруга сидит, болтает, отвлекает, дергает. Ну, неудобно следить за движением, разговаривать. Вот, и наклеил наклеечку, сброс пассажира. Вот, и вот она как-то болтает, 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 потом хоп, увидела и замолчала. Говорит, ты чего молчишь? Она говорит, я вижу. А вдруг ты и правда, тебя же не поймешь, ты же там что-то все это будришь. Может, ты и правда такой-то пульт по сиденью сунул. Только есть вот у такого импозантного автомобиля свои минусы. На дороге никого не подрежешь, запомнят. Зато машину точно не украдут. Хоть калина и яркая, но с каждым годом становится все взрослее. Красильников даже задумывал ее продать, но потом решил оставить. Ведь старых друзей не бросают. Аккуратнее на виражах, дорогие самарцы. На сегодня у меня все. Увидимся уже завтра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»